Приветствую вас, Светлана. Я думаю, что ваш вопрос, он такой вот, как это обычно бывает, не совсем про то, что вы спрашиваете, а больше про некоторую такую более глобальную историю, историю вашей жизни. Давайте расскажем. С мужчиной встречаемся в 8 месяцев, оба в разводе, взрослые дети. Он хорошо ко мне относится, заботится, ласковый, мы с ним действительно встречаемся, а не просто поразличие. Очень любит свою дочь, это и хорошо, но в этом и вся суть. Дочь учится в другом городе, видится они 2 или 3 раза в год, когда она приезжает. Так вот, ситуация такая, ее я оценить самостоятельно не могу. В то время, что дочь живет у него, он со мной не видится, все время посвящает ей, а это неделю-две. Он не пропадает. Каждое утро и вечер общается со мной в WhatsApp и звонит, но говорит, что дочь видит редко и будет каждую минуту с ней. Я не понимаю его отношения ко мне. Правильно ли он поступает и правильно ли поступаю я, предъявляя ему претензии по этому поводу. В первую очередь, какого рода претензии вы ему предъявляете, ну то есть как это происходит, что ты все время со своей дочерью и не проводишь время со мной? То есть вы здесь, получается, не уверены в себе, не уверены в его отношении к вам. Это коррелирует с тем, что вы описываете человека как то, что он хорошо к вам относится, заботится и ласковый. А также то, что вы действительно встречаетесь, а не просто ради интима. Это говорит о том, что вы любите скорее его отношение к себе, нежели чем его самого. И это высказывает вашу направленность в отношениях на то, чтобы получать, получать то, что вы нужны, значимы, достойны любви и так далее. Это говорит о вашей низкой самооценке, не уверенности в себе возможных, страхе остаться одной и в целом травмированности в результате вашего развода. Дело в том, что ни один развод не может пройти бесследно. И скорее всего развод не прошел бесследно для вас. Это, пожалуй, в этой ситуации самое неприятное. То, что развод – это травма. И вам нужно понимать, что развод – это травма. Скорее всего, скорее всего, вы не бесследно прошли этот опыт свой. Этот опыт, я имею ввиду, этот опыт, он для вас, вероятно, такой, все-таки оказался, достаточно травмирующим этот опыт, для вас сказать. Это, вероятно, подорвало вашу самооценку, это подорвало, как бы, вашу, грубо говоря, уверенность в себе, скорее всего. Вот, скорее всего, так произошло. И вот с этим вам, в первую очередь, на мой взгляд, нужно работать с тем, что вы подозреваете, что вы ему не нужны, с тем, что вы нуждаетесь в его отношениях. Да, безусловно, нуждаться в хорошем отношении – это нормально. Безусловно, я не говорю о том, что вы должны, значит, ну, условно, там, ну, довольствоваться, да. Я не говорю, что вы должны довольствоваться, там, ну, плохим к себе отношением. Нет. Я так ни в коем случае не считаю. Я не считаю, что вы должны довольствоваться плохим к себе отношением. Но, я думаю, что здесь вы совершенно, очевидно, боитесь. Вы боитесь, что человек вас использует. Вы боитесь, что человек вас бросит. И то, что он общается с дочерью, ну, то, что он общается с своей дочерью, вот, в таком режиме. Для вас это болезненно. Вот. Для вас это болезненно. Вам это неприятно. Вы начинаете чувствовать себя не уверенно. То есть, по большому счету, вы конкурируете с его дочерью, с его дочкой. Понимаете? Вы ревнуете его к дочери. Это позиция неуверенного в себе человека. Ревность это показатель неуверенности в себе. Ревность это показатель много, на самом деле, чего. Но, вот, в данном случае, я бы предпочел, наверное, обратить внимание на вот этот факт. Понимаете? Поэтому, дело не в том, правильно ли поступает он, он поступает, он по-другому поступать не может. Не может это его позиция. И дело не в том, правильно ли поступаете вы. Вы тоже. Сейчас, на данный момент, по-другому поступать не может, как мне кажется. Дело в том, что вы хотите, вот вы обратите, пожалуйста, еще такое внимание на то, что вы говорите, правильно ли он поступает. И правильно ли поступаю я. Мне кажется, что подобная тенденция и подобная подстановка в образе является несколько деструктивным. Почему? Потому что мне кажется, что такого, ну, такого, такого понятия, что ли, как правильного и неправильного нет. Каждый человек действует так, как он хочет. Каждый человек выбирает действовать так, как он хочет. И может быть, конечно, у него, как у родителя, есть чувство вины перед дочерью. Потому что многие родители чувствуют себя виноватыми за то, что, вот, ну, семья распалась, да, и им кажется, что дети, ну, страдают опять, страдают очень сильно. Это, конечно, бывает. Так, бывает. Но гораздо реже, чем принято считать. Дети, повторюсь, дети страдают. Дети могут страдать из народа. Но такое поведение родителей не помогает им, скажем так, это страдание преодолеть. Знаете, это, как бы, страдание, ну, не знаю, на этом меньше, от того, что, условно говоря, родители проводят все время с дочерью. Ну, с ребенком свой. А может быть, там есть какая-то еще история, не связанная вообще с чувством вины. Например, некоторые родители в своих детях видят какую-то надежность. То есть, вот, ама побольше, вот, думает такой родитель. И ама, ну, меня не бросит. Вот. Вы можете бросить, а она не бросит. То есть, это вот, по сути, такая вот неуверенность получает всякого-всякого себя. Вот. Оно неприятное. Безусловно. Но связано с проблематикой именно самого человека. Но, но, штука здесь следующая. Вы обладаете рядом твоих трудностей. Пока. Эти. Трудности. У вас. Будут. Наличествовать. При всем своем желании. Вы не сможете. А. Пом. Ну. Пом. 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 если у него есть такая вот болезнь, привязанность к дочери, нужна ваша поддержка. И он её не получит, потому что у вас нет возможностей сейчас дать ему любовь. Вы не можете дать ему любовь, потому что вы сами боитесь. Вы сами тревоги, ну вот в такой тревоге, ну тревоги находятся. И естественно вот получается как бы конфликт в таком случае. И это вот то, что, то в чём требуется вам помощь. Чтобы вы перестали быть конфликтующей страной. Из конфликтующей страны превратили своего человека, который ну вот реально любит, допустим. Вот. Человек, который, ну грубо говоря, да, принимает. Человек, который ну даёт, если, конечно, может дать. Определённую, скажем так, поддержку. Вот. Естественно в рамках своих ценностей. Почему вы не можете правильно оценить ситуацию? Ведь у этой, ведь у неё есть и другая сторона. Например, вы можете исходить из повода, допустим. Что с вами, например, как вот с женщиной, да, к примеру, должны находиться постоянно. Ну, не постоянно, может быть, например, да, ну, там, грубо говоря, регулярно. И это ваша позиция. Это ваша цена. Вы так считаете, считаете, что вы этого достойны. Вы платите соответствующие цены за это. За это всё хорошо. Но, чтобы вам ответить на вопрос. Это ваша цена или, например, ну, допустим, продукт вашего страха. Это ваша цена, например, или результат. Неких негативных, скажем так, может быть, невротических процессов. Которые у вас происходили в жизни, допустим. Чтобы ответить на этот вопрос, нужен анализ вашей жизни. Анализ вашего опыта. В том числе, анализ вашего брака, который, да, к сожалению, распался. И, соответственно, где-то вот на стыке этого и находится, соответственно, ответ на ваш вопрос. То есть, вы сами, на мой взгляд, способны понять, после того, как ваш самооценка, вот, чувство, к примеру, собственной, вот, ценности не будет зависеть от действий человека. Сейчас, ну, как бы, вот, к сожалению, да, сейчас можно сказать, что зависть. Ну, по крайней мере, вот, как я это вижу, да, я бы сказал, что сейчас все зависть. К сожалению. Вы можете ответить себе на вопрос. И поставить мужчину перед фактом опять. Потому что, ну, если, например, вы хотите, чтобы он, там, к примеру, поменялся на, если вы, ну, вот, продвигая, допустим, свои ценности, хотите, чтобы он все-таки проводил время и с вами, тоже. Что, для этого нужно показать уверенность в себе, вот, показать готовность действовать. А если вы эту готовность действовать не демонстрируете, то вас сложно воспринимать всерьез. Поэтому это необходимо учитывать при формировании своей позиции. Ну, при формировании, вот, своей, да, точки зрения на ситуацию. Понимаете, да? Я надеюсь. Вот, примерно, примерно, такой ответ я могу вам дать сейчас. Ну, как бы, вот, да, вот, со, ну, вот, со своей, вот, сейчас, позиции. В идеале, конечно, в идеале, в идеале, вам нужно сделать следующее. В идеале, вот, в идеале, вам нужно заняться психотерапией, вот. Ну, поработать, вот, как раз, над, там, своей, самооценкой, вот. Которая, как мне кажется, вас хромает. И, в идеале, вместе с мужчиной, особенно, если вы планируете серьезные отношения, вместе обратиться, обратиться на психотерапию для того, чтобы, разобраться в том, кто как видит, вот, будущее отношение. Потому что, ну, если вы собираетесь, как бы, вместе жить, да, сейчас, например. Если вы собираетесь вместе жить, то будет, конечно, одностачно странно, если человек будет вас, грубо говоря, выгонять. На две недели, пока у него, дочь, нахуй. Думаю, что, вряд ли вы, этого, хотите. Вот. То есть, это, как бы, ну, вполне естественно, то, что вам это не нравится. Поэтому, поэтому, да, будущее ваших отношений необходимо обговаривать, чтобы не повторилась ситуация с вашим браком, от которых, я думаю, вам, ну, до сих пор, больно. По крайней мере, мне так кажется. А ваша попытка посмотреть на ситуацию с точки зрения «Правильность» и «Неправильность», к сожалению, выглядит больше как попытка заменить, заместить ваши собственные чувства некими догмами, которые, на которые вы можете опереться и которым, по вашему мнению, вы можете следовать. А тут сложность в том, что, ну, это не всегда подходит. Сложность в том, что не всегда это коррелирует, как бы, с тем, что, ну, реально, ну, беспокоит, да? И мне кажется, что вот этот момент важно учитывать. Конечно же. Вот то, что в целом я хотел вам сказать. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. И необязательно совершенно присылать мне лично это больше для вас, это больше вам, скажем так, подумать. Вот. Это больше такая вот основа. Может быть, я получил, чтобы начать работать над собой, конечно же. Вот. Только для этого. Поэтому, что тут, имейте, пожалуйста, это в виду, да? И не думайте, что это, что это директивное. Спасибо вам самого доброго и удачи. Спасибо.